Здравствуйте! В эфире информационный выпуск в студии Анны Смирнова и обо всем по порядку. Человек, приобретая автотранспорт, должен понимать, что взял на себя большую ответственность за жизнь своих пассажиров и пешеходов. Правила дорожного движения касаются каждого водителя, но, к сожалению, не все стремятся их выполнять. В поселке Таежный прошел рейд ГИБДД и практически на въезде в поселок сразу было выявлено несколько нарушителей. Подробности в следующем сюжете выпуска. Одно из самых известных мест поселки Таежный – это железнодорожный переезд. Когда закрыт шлагбаум, здесь всегда скапливается множество автомобилей и мотоциклов. Вот и сейчас инспекторы ГИБДД рядом с переездом остановили мотоциклиста без шлема. У вас номер у вас где? Да только... У вас мотоцикл зарегистрирован? Нет. Почему? Ну что, купил? Тогда купил. Сегодня. У водителя сразу несколько нарушений. Отсутствие документов, наберного знака и защиты для себя и пассажира. В такой ситуации мотоцикл будет изъят и отправлен на штрафную стоянку. И самому водителю грозит немалый штраф. Были и другие нарушители. И у всех одни и те же проблемы с экипировкой и документами. На территории Красноярского края проходит ДКДДТП и ДДТБ. Вот вы как родитель ребенка, который управляет мопедом 14 лет. Как считаете, 14 лет ребенок может отвечать за свои действия на проезжей части при управлении мопедом на дороге общей пользы? Да, скутером. Ну, скутер, это как бы дело не в этом. Понятное дело, что 16 лет, да? В летний период мотоциклы и мопеды становятся популярным видом транспорта. Но почему-то многие мотоциклисты не задумываются, что они такие же участники дорожного движения, как и остальные, и обязаны соблюдать правила дорожного движения. ГИБДД регулярно проводит различные рейды с целью профилактики нарушений и дорожно-транспортных происшествий. И можно только надеяться, что нарушителей на дорогах станет меньше. Александр Мажеванов, Дмитрий Синяев, телекомпания «Спектр Бугучаны». Проблемы в работе электрических сетей, а также о том, как в этом году работают административные комиссии в поселениях, рассматривали на еженедельном совещании глав поселений. Подробности далее. Совещание началось с обсуждения проблем в электросетях. МРСК повсеместно сократил количество аварийных бригад, людей, ведет время к экономии. Она уже во многих районах проявляет к тому, что по полдня в людей нет света. Хотел бы вас спросить, у кого есть такие вопросы. Соответственно, прошу на имя машиниста написать такую записку по указаниям, к кому вы обращались, каковы были ответы, дозванивались, когда, кто в дежурных, нет дежурных, выезжали аварийные бригады, не выезжали, что делали. Альберт Циркунов напомнил, что в районе продолжает действовать режим повышенной готовности из-за лесных пожаров. За прошедшую неделю возникло 11 новых лесных пожаров, которые прошли площадь 350 гектар. В 10-километровой зоне зарегистрирован пожар у населенного пункта поселок Манзия. По состоянию на 6 июля 2015 года действуют два лесных пожара на площади 11,5 гектар. Оба действующих пожара угрозы для населенных пунктов не представляют. Лейла Дружинина проанализировала работу административных комиссий за полгода. Она отметила, что за первое полугодие количество составленных предписаний в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось. Юрий Ефимов остался недоволен работой административных комиссий в поселках. Поэтому у меня просьба посмотреть, активизировать работу административных комиссий. Их в плановом порядке собирать не менее чем один раз в 10 дней. Три административных комиссии в месяц должны собираться. На них должны рассматриваться будут все эти вопросы, выписываться предписания, штрафы выписываться. Далее. По собранным. 72 тысячи выписано, 16 собранных штрафов. Можно мне узнать, когда суды сколько передано? Ни сколько? Тогда мы выписываем штрафы, а добиваться их исполнения кто будет. В заключении Юрий Ефимов информировал участников районной планерки о совещании в городе Енисейске, где губернатор поставил задачи перед главами районов в области образования, здравоохранения, благоустройства поселений и природных ресурсов. В частности, было отмечено о необходимости профилактики лесных пожаров и работе в этом плане с населением. Екатерина Родченкова, Дмитрий Синяев, телекомпания «Спектр Богучаны». Ни один пляж в нашем районе не был официально открыт, где и как отдыхают жители района у водоемов в материале Екатерины Родченковой. Несмотря на то, что богучанцы и знают, и слышали, что в реке с водом Богучанской АГЭ скупаться небезопасно, находятся смельчаки, которым, как говорится, море по колено. И их достаточно много мы увидели на пляже. Действительно, в жару необычайно тянет к воде, но не узнав состава воды, а также учитывая, что вода в реке низкой температуры, специалисты не советуют купаться в Ангаре. Могу сказать, что на данный момент ни одного официального пляжа в Богучанском районе не открыто. В сельском совете нам пояснили, что сделан запрос по составу воды в Роспотребнадзор. Ждут ответа. Купальный сезон не открыт. Нынче сезон пляжный открыт, но не открыт купальный сезон. Почему? Потому что вода в Ангаре на сегодняшний день очень холодная, в связи с газом. На сегодняшний день пляж оборудован только именно для отдыха на берегу. Если отчаянные взрослые купаются, загорают, то ребятишкам, откровенно говоря, на пляже скучно. Единственное занятие – покидать камешки в воду. Зато на реке Иркенеевке подросткам вольготно в воде, как и на суше. Приезжают сюда отдыхать целыми семьями. Река не глубокая, вода теплая. Езжу на Иркенеевку, потому что тут вода чище, ну она и теплая сама по себе, а Ангара уже грязная, вот из-за газа там все вот это. Ну то есть тут лучше уже купаться, чем на Ангаре. Вот раньше на Ангаре купались, как-то было, не замечали ничего, что она грязная, а сейчас здесь купаемся на Иркенеевке. Отдыхающие в основном жители поселка Фарцюги на Ангарске. Но, как отмечают местные жители, на Иркенеевку приезжают посмотреть туристы даже из краевого центра. Значит, эта речушка становится все популярнее. К сожалению, отношение со стороны некоторых жителей к месту отдыха наплевательское. Покупались, отдохнули, оставили после себя кучи мусора и уехали. А еще и автомобили в реке помыли, где купаются люди тут же, рядом с купающимися. Детей привозим там, ну берем с собой пакет под мусор, все вывозим на свалку. А вот дети купаются, там машина, например, моют. Ну это вот что такое? Едут с Кодинг, едут с Красноярска к нам отдыхать. Ну как бы это место надо беречь, раз оно самое чистое у нас получается в районе и даже в крае, если оно ценится. Поэтому как бы надо относиться к этому соответственно. Действительно, права пословица, что имеем не храним, потерявши плачем. Екатерина Родченкова, Дмитрий Всиняев, телекомпания «Спектр Богучаны». Далее реклама, после нее еще интереснее, оставайтесь с нами. Уважаемые жители села Богучаны и гости нашего села. 12 июля в 12 часов на центральном пляже села Богучаны состоится празднование Дня рыбака России. В рамках праздника будет проводиться конкурс по рыболовству «Ангарская ушица» и многое другое. Заявки на участие принимаются в пятом кабинете администрации Богучанского сельсовета. Справки по телефону 2-13-55 и 2-15-91. Приглашаем всех любителей рыбной ловли принять участие. Мы открылись! У нас можно приобрести мужскую и женскую одежду и обувь летнего сезона. Босоножки 490 рублей, спортивные костюмы 690, женские комбинезоны от 500 рублей, а носки 20 рублей и многое другое. Найти нас очень легко. Магазин «Копейка» от со двора магазина «Саба» на месте мебельного магазина. Мы рады каждому покупателю! Магазин «Наш дом» предлагает высококачественную мебель для дома на любой вкус, а доступные цены позволяют не ограничиваться в выборе. Огромное количество оригинальных, отдельно стоящих предметов, мебельных композиций для любых помещений, а также офисная и мягкая мебель эконом-класса, разнообразный дизайн, широкая цветовая гамма, все возможные варианты отделки и неизменно высокое качество по низким ценам. Все это мебель от лучших российских компаний. Уфа мебель, Давида мебель и другие. Бесплатная доставка, беспроцентная рассрочка, оплата по карте. Каждый день с 13 до 14 счастливый час. Скидка на все 10%. Магазин «Наш дом», улица Джапаридзе, 7М, телефон 333-50. Мы ждем вас! Спешите! Скидки 25% в магазине «Смешные цены» на весь летний ассортимент. У нас огромный выбор женской, мужской, детской одежды и обуви. Работаем без выходных с 9 до 17 часов. Наш адрес – плюлок Андрея Толстых, 1. 8 из 10 пожаров в лесу происходят по вине человека. Сегодня отмечается День Ивана Купала. С течением времени забылись многие славянские праздники. Но вот этот день отмечается до сих пор, как праздник лета и солнца. В День Ивана Купалы проводилось множество обрядов. Люди опоясывались перевязями из цветов. На голову надевали венки из трав. Водили хороводы, пели песни. Старики с помощью трения сухих палочек добывали живой огонь. Разводили костры, в середину которых ставили шест с укрепленным на нем горящим колесом, символом солнца. Ночью же этого дня люди уходили в лес искать цветущий папоротник, который, по поверьям, помогал найти сокровище. Есть и более современная традиция обливать прохожих водой. И этой традицией чаще всего следуют дети. В детском оздоровительном лагере «Березка» состоялось официальное открытие сезона отдыха. Отдохнут в лагере в этом году, как и положено, 160 ребятишек со всего района. Как прошла традиционная церемония открытия, в которой участвовало 8 отрядов, узнавала наша съемочная группа. Перед открытием традиционный парад отрядов. Название смены – яркий кадр. И каждое киноагентство совершает круг почета перед главной сценой площадки. 8 отрядов, 8 разных эмблем и речевок. К церемонии открытия сезона отдыха готовилось 160 ребятишек со всего района. Без танцев и песен не обходится ни одно торжественное мероприятие. Впереди ребята ожидают насыщенные дни отдыха, мастер-классы, дискотеки, участие в конкурсах и многое другое. Как правило, отдых в лагере – это самая запоминающаяся пора в жизни каждого человека. ПЕСНЯ Флаги подняты. Сезон официально можно считать открытым. По традиции, с началом смены ребят поздравляют представители управления образования и руководства района. Ребята, отдыхайте, набирайте сил, всем удачи, хорошего настроения и всего вам самого доброго. Мы вам дарим небольшие подарки, комплект мячей футбольных, волейбольных. Развивайтесь, отдыхайте, радуйтесь. Сезон отдыха продлится до 21 июля. За это время ребята приобретут много друзей, массу впечатлений и огромное желание вернуться сюда на следующие летние каникулы. Анна Смирнова, Александр Черкашин, телекомпания «Спектр Бугучин». 8 июля в нашей стране будет отмечаться Всероссийский день семьи, любви и верности. Впервые этот праздник отметили в 2008 году, который был объявлен годом семьи. 5 июля в поселке Неванка этой дате посвятили большую праздничную программу районного уровня под названием «Остров.ру. Семейный причал». На мероприятие побывала и наша съемочная группа. День семьи, любви и верности. Вот уже второй год на Неванской земле становится поводом большого празднования. Концертная программа в честь семейного праздника началась в 2 часа дня на просторной и живописной поляне, которая огибает река Неванка. И не случайно именно это ромашковое поле стало площадкой проведения районного мероприятия под названием «Остров.ру. Семейный причал». В этом году мы решили немножко заинтересовать наши жители Бугучанского района. И принесли вот этот остров, это знаете, это традиционный остров, наши предки, то есть не предки, а те, когда стал поселок, то есть построился поселок. И здесь всегда проходили праздники на этом острове. И вот как бы я пообщалась с населением более старшего поколения, и они предложили сегодня, что здесь надо провести праздник. Я думаю, что сегодня праздник получится у нас, и люди останутся довольны, и гости, и жители. В начале руководство района и поселка поздравило всех гостей и жителей с главным семейным праздником в России. Дорогие друзья, берегите свои семьи, дорожите отношениями, славьте свои поселки. И тогда у нас в жизни не будет, конечно, трудностей, будет только все получаться и складываться замечательно. Присоединились к поздравлениям известные артисты – это местные вокальные коллективы и солисты, а также певцы из районного центра. «Никто тебя не любит так, как я. Никто не приголубит так, как я. Никто не поцелует так, как я. Любимая, хорошая моя». В семейной жизни самое главное – это, конечно, любовь. Семейный причал посетили супруги, которые верны этому чувству уже долгие годы. «Сорок лет. Два сына у нас, трое внуча, две девочки и один внучок маленький, Филиппок, родился. Приехали мы сюда на берегу Ангары, сейчас совсем молодые, было нам по 22 года. Детям пример подаем, чтобы доверили друг другу, доверяли, любили друг друга». Не обошлось и без традиционной церемонии награждения. Приятные подарки и поздравления на сцене получили семьи Богучанского района, отметившие юбилейные свадьбы в этом году. «Этот праздник вообще для нас стал традиционным. Мы второй раз уже приезжаем в Неванку, получаем, уже получали награду «Удачный старт молодой семьи». «А вообще 8 июля для нас, это для нас праздник любви, потому что 14 февраля у нас родился сын, поэтому для нас это не день 100 Валентина, день рождения сына, а 8 июля для нас семейный праздник любви». Хорошее настроение на праздники прибавляли игровые площадки, мастер-классы, разные развлечения и, конечно же, главное блюдо – традиционное ангарское уха. «Молодым семьям, конечно, это большое-большое внимание уделено, также и пожилым людям». «Гостей очень много, народ тоже отдыхает. Самое главное, что очень много ребят, детей. Ведь вся культура, прежде всего, это для младшего поколения. И я думаю, районный праздник очень удался». Семейный праздник в поселке Неванка отметили еще и по-спортивному. На разных площадках физкультурно-оздоровительного комплекса развернулись соревнования по нескольким видам спорта. «Настроение хорошее. И лето наступило, и праздник семьи, любви и верности второй год проводят. Спортивную программу небольшую надо в течение часа провести. Ну вот мы решили футбол, пляжный волейбол такой не проводили, наверное, в районе. Два мужчины и женщины. И настольный теннис тоже смешанные пары мужчина-женщина в команде». Вокруг футбольной площадки собралось немало болельщиков. Активно и с большим зарядом энергии провели этот день и любители пляжного волейбола. «Погода выдалась замечательно. Ветерок, солнце не палит. Вообще настроение замечательное. Хозяева доброжелательные, гостеприимные. Мы как команда родственников. То есть все-таки праздник семьи, любви и верности. Ну вот мы поддерживаем». Мероприятие состоялось благодаря большой команде, в их числе работники культуры, большинство которых обычно остается за кадром. День оказался насыщенным. Организаторы постарались, чтобы праздник не только запомнился, но и сплотил еще больше те молодые пары, у которых все еще впереди. Анна Смирнова, Дмитрий Синяев, телекомпания «Спектр Богучаны». На этом у меня все. Приятного начала недели. Всего доброго. До встречи. Уважаемые жители села Богучаны и гости нашего села. 12 июля в 12 часов на центральном пляже села Богучаны состоится празднование Дня рыбака России. В рамках праздника будет проводиться конкурс по рыболовству «Ангарская ушица» и многое другое. Заявки на участие принимаются в пятом кабинете администрации Богучанского сельсовета. Справки по телефону 2-13-55 и 2-15-91. Приглашаем всех любителей рыбной ловли принять участие. Спешите! Скидки 25% в магазине «Смешные цены» на весь летний ассортимент. У нас огромный выбор женской, мужской, детской одежды и обуви. Работаем без выходных с 9 до 17 часов. Наш адрес – юлок Андрея Толстых, 1. Магазин «Наш дом» предлагает высококачественную мебель для дома на любой вкус. А доступные цены позволяют не ограничиваться в выборе. Огромное количество оригинальных, отдельно стоящих предметов, мебельных композиций для любых помещений, а также офисная и мягкая мебель эконом-класса, разнообразный дизайн, широкая цветовая гамма, все возможные варианты отделки и неизменно высокое качество по низким ценам. Все это мебель от лучших российских компаний. Уфа мебель, Давида мебель и другие. Бесплатная доставка, беспроцентная рассрочка, оплата по карте. Каждый день с 13 до 14 счастливый час. Скидка на все 10%. Магазин «Наш дом», улица Джапаридзе, 7М, телефон 333-50. Мы ждем вас! Мы открылись! У нас можно приобрести мужскую и женскую одежду и обувь летнего сезона. Босоножки 490 рублей, спортивные костюмы 690, женские комбинезоны от 500 рублей, а носки 20 рублей и многое другое. Найти нас очень легко. Магазин «Копейка» от со двора магазина «Саба». На месте мебельного магазина. Мы рады каждому покупателю! Милая моя, солнышко лесное, лес покрыт огнем, что тому винову. Основной причиной лесных пожаров является человек. Будьте внимательны при обращении с огнем в лесу. Агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Я люблю тебя, Россия, дорогая наша Русь. Нерастраченная сила, неразгаданная грусть. Ты размахом необъятна, нет ни в чём тебе конца. Ты веками непонятна чужеземным мудрецам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Неразгаданная грусть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok